Около миллиона людей в зоне боевых действий находятся за чертой бедности. Лишённые государством социальных выплат, жители Донбасса страдают от нехватки денег и продовольствия. Самыми незащищёнными в этой ситуации оказались инвалиды. Все категории нуждающихся выживают только за счёт гуманитарной помощи. Юлия Меншакирова подробнее. Этот пункт раздачи помощи Рената Ахметова, как и 300 других по всему Донбассу, работает буквально с первых дней Нового года. Несмотря на праздники, здесь всегда многолюдно. Только в одном Донецке в среднем ежедневно раздают около 10 тысяч продуктовых наборов. Семье Софьи Алексеевны полгода не получают ни зарплат, ни пенсий. Выживает женщина благодаря 14-килограммовому пакету с провизией. Крупы, каши варим, маслица какого-нибудь, постного масла дают, пол-литра. Картошки возьмёшь, то пожаришь, то тваришь, так и живём. Гуманитарный штаб на протяжении всей своей деятельности тщательно следит за качеством и сроком годности продуктов, которые раздают людям. Провиант закупают только у проверенных поставщиков. Гуманитарный рейс Рената Ахметова регулярно доставляют в города Донбасса наборы с продовольствием для детей и взрослых. Помощь получают переселенцы и жители более 60 районов и населённых пунктов. Ренат Ахметов поставил перед гуманитарным штабом очень чёткую и простую задачу. Мы должны помогать нашим землякам, тем, кому очень тяжело в эту военную страшную зиму. Для нас одинаково важны и любимы жители и оккупированных территорий, и освобождённых городов. И поэтому мы оказываем нашу помощь как в Славянске, Мариуполе, так и в Донецке, Макеевке и Горловке. Тем, кто не может прийти сам, помогают мобильные группы волонтёров штаба Ахметова. Николай Говора несколько лет назад к постели приковал инсульт. Актёр, работавший во многих театрах Украины, не может выехать даже за пределы своего района. Уже сколько? Получается, пять месяцев ни черта не получаю. Соответственно, ничего не могу. Но только благодаря благотворительной помощи получается что-то, ещё чего-то, как-то выкручиваться. В Организации по защите прав инвалидов утверждают, почти 400 тысяч жителей Донбасса с ограниченными возможностями остаются в зоне боевых действий. Это 372 тысячи людей с инвалидностью. Эвакуировано на сегодняшний день на безопасную территорию плюс-минус 10 тысяч людей. То есть, когда мы говорим о том, сколько людей на безопасной территории, нам всем усвідомляют, что большинство осталось там. На следующей неделе на Донбасс вновь отправляются колонны с гуманитарной помощью Рената Ахметова. Всего в январе жителям Донецкой и Луганской областей будет доставлено 8 тысяч тонн провианта.